Всем привет, друзья! Совсем недавно на канале вышло сравнение Mi 8 и Mi 9 SE, и это сравнение набрало достаточно много просмотров, что в принципе и неудивительно, ведь эти смартфоны находятся в одной ценовой категории, и сейчас у этих моделей на рынке появился конкурент, тоже от Xiaomi, в той же ценовой категории. Это, как вы уже догадались, из названия Mi 9T, или для китайского рынка Redmi K20. Честно признаюсь, для названия хотел все-таки достать Mi 9T, но, к сожалению, сделать это быстро не получилось, так что сегодня Mi 9T будет замещать его родной брат Redmi K20. Тем более, прошивка здесь стоит от Mi 9T, разница только в том, что в наших широтах не работает бесконтактная оплата, так что сегодня будем смотреть на Redmi K20, как на Mi 9T. Ну и, как обычно, начинаем наше сравнение с комплектацией. Итак, поехали! Сегодня, пожалуй, отступим от наших традиций, начнем мы с старичка, так сказать. Хотя я бы не называл Mi 8 старичком, на мой взгляд, этот смартфон еще очень долгое время будет актуальным. Итак, коробка уже приезжает скрытая, поскольку модель у нас для китайского рынка и также уже прошивается китайцами на глобальную версию прошивки. Здесь, в принципе, также хочу заметить, что бесконтактная оплата не будет работать в наших широтах, я имею в виду страны СНГ, но и, скорее всего, другие тоже. Итак, комплектация у нас встречает конверт изначально. Здесь у нас привычная комплектация, набор для Xiaomi. Это ключ для извлечения лотка под сим-карты, это переходник под наушники с USB Type-C на 3,5 мм, это силиконовый бампер, достаточно привычный и знакомый нам по предыдущим обзорам. Далее здесь набор макулатуры, видимо, это гарантийный талон. В общем, непонятно все на китайском, но ладно. Ниже в коробке уже сам смартфон, сегодня модель у нас в синим цвете, наверное, сейчас бы они назвали его Ocean Blue или Ocean Blue. И на самом ней коробке также вполне ожидаемо все для Xiaomi, зарядное устройство с быстрой зарядкой и кабель USB Type-C. Ну а теперь, наконец, посмотрим комплектацию свежей модели, Mi 9T или Redmi K20, тут уж вам как удобнее будет. Итак, также конверт изначально с логотипом Redmi. И внутри конверта мы также находим ключ для извлечения лотка под сим-карты. Далее также набор макулатуры, тоже на непонятном нам китайском языке. К сожалению, я пока китайский не выучил, но уже скоро. Также здесь в конверте располагается комплектный бампер. В данном случае он из пластика, по качеству, ну, так скажем, из 5 на 3. Ну и ниже в коробке ожидаемо также сам смартфон, сегодня модель в красном цвете у нас. И на дне коробки также ожидаемо зарядное устройство с быстрой зарядкой и кабель USB Type-C. Давайте смотреть, как выглядят смартфоны в родных чехлах, бамперах. Посмотрим, насколько сильно они защищают камеру. На Mi 9T или на K20 камера не выпирает. И на Mi 8, собственно, тоже чехол вровень с камерой, тоже камера не выпирает. И как обычно, начинаем с характеристик. Все основные параметры вы сейчас увидите на ваших экранах. Итак, справа характеристики Mi 8 и слева характеристики Mi 9T. И, как всегда, ссылку на подробные характеристики я оставлю ниже в описании. Также небольшое уточнение по поводу памяти. Mi 8 у нас сегодня представлен с объемом оперативной памяти 6 ГБ и объемом встроенной памяти 128 ГБ. А Mi 9T, в свою очередь, позвольте я буду так сегодня называть Redmi K20, у нас сегодня на 8 ГБ оперативной памяти и на 256 ГБ встроенной памяти. А теперь настало время познакомиться с смартфонами поближе. Начнем, пожалуй, сравнение по внешним параметрам. С экстерьера, так сказать. И начнем с левой стороны. На Mi 8 у нас расположился лоток под сим-карты. Напомню, обе модели поддерживают сим-карты формата на на сим и не поддерживают карты памяти. На верхнем торце на Mi 8 расположился микрофон шумоподавления. Да еб... Нафиг эту пленку вообще сюда ставят, я без понятия. На верхнем торце на Mi 8 расположился микрофон шумоподавления. На Mi 9T, в свою очередь, также микрофон шумоподавления. Вход под наушники 3,5 мм и выдвижная материзированная камера. На правой стороне у нас все стандартно. Качелька громкости и кнопка питания. На нижнем торце на Mi 8 располагается динамик, порт USB Type-C и микрофон. На Mi 9T, в свою очередь, также динамик, микрофон, USB Type-C порт и лоток под сим-карты. Что касается задней крышки, здесь на Mi 8 располагается сканер отпечатка пальцев, основная камера. И на Mi 9T также основная камера и вспышка. Что касается эргономики, как вы уже могли заметить, Mi 9T совсем чуть-чуть длиннее, чем Mi 8. И по толщине он также совсем немного толще Mi 8. Но при всем при этом, оба смартфона в руках лежат удобно, комфортно, углы у них одинаково плавные, комфортные, в руку не давят, дискомфорта никакого не доставляют. И перед запуском выполняем наш обычный ритуал. Снимаем защитные пленки. Кто у нас был на стриме, знает, почему я пленки не снимал. А теперь снимаем с Mi 8 пленочку. Так что, кто не был, приходите в следующий раз обязательно на стрим. Как обычно, в начале обзора смотрим и запоминаем заряд аккумулятора и сравним его с зарядом после обзора. Итак, на Mi 9T заряд аккумулятора 83% и на Mi 8 заряд аккумулятора 70%. Об автономности также будет более подробно в конце видео, так что оставайтесь до конца. И начнем, пожалуй, сравнение со сканеров отпечатков пальцев. Протестируем на скорость. Напомню, на Mi 8 сканер отпечатка пальцев располагается сзади. И на Mi 9T сканер отпечатка пальцев располагается под дисплеем. Итак, одновременно попробуем разблокировать. Значит, три раз, два, три. Еще один раз. Раз, два, три. И последний третий раз. Раз, два, три. Далее переходим к сравнению дисплеев. Оба дисплея у нас сейчас выкручены на максимум. И автояркость на них отключена. Выключаем свет и сравниваем дисплеи. Начнем наше сравнение с углов. Посмотрим, давайте, на дисплеи под крутым углом. Сначала с левой стороны. Теперь также под крутым углом посмотрим на дисплеи справа. Посмотрим на них снизу. И посмотрим на них сверху. И также давайте посмотрим, как на AMOLED дисплеях смотрится белый цвет. Хоть я об этом уже говорил на стриме, но для тех, кто не был на стриме, расскажу о виброотклике. На мой взгляд, тактильно виброотклик более приятный на Mi 8. На Mi 9T он, в свою очередь, чуть более резкий, чуть сильнее бьет по рукам. Нет такого приятного ощущения, как на Mi 8. Mi 8, в свою очередь, ближе по виброотклику к OnePlus. И перед тем, как приступить уже к мучению смартфонов в бенчмарках, в играх, давайте проверим, какие версии прошивок установлены. Как я говорил ранее, и там, и там установлены глобальные версии. В режиме онлайн проверяем обновления. Обновления не найдены. А теперь давайте сравним качество звучания мультимедийных динамиков. Начнем с Mi 8. Чуть громче звучит Mi 9T, но у Mi 8 при этом чуть лучше выраженные высокие и низкие частоты. Что касается звука в наушниках, то в моих недорогих Sennheiser'ах, также по качеству звучания, лучше себя показал Mi 8. А теперь сравним смартфоны и их железо в бенчмарках. Начнем, как всегда, с теста Antutu. Запустим на скорость тест. Конечно, хорошо, но давайте все-таки протестируем смартфоны в реальных боевых условиях. А точнее в играх, а еще точнее в PUBG. Для этого запустим также игру одновременно. Раз, два, три. И, как всегда, будем снимать температуру с корпуса с помощью нашего термометра. Для начала покажу вам настройки на Mi 9T. Начнем, пожалуй, с него. Сегодня настройки здесь максимально доступные для него. Выше поставить, к сожалению, настройки у вас не получится. Ну и PUBG на таких настройках, в принципе, ощущается неплохо. Благодаря приложению Game Turbo мы можем проверить количество FPS в игре. FPS у нас, если верить счетчику, в данном приложении 41. 31 прыгает FPS. Но, к сожалению, если начать двигаться, данная панель уплывает у нас. Конечно же, к плюсам Mi 9T можно отнести, во-первых, его в большую диагональ. Во-вторых, достаточно емкий аккумулятор, который позволит вам долгое время находиться в любимой игре. Будь то PUBG или любая другая игра. И у нас с вами прошло уже 10 минут, как мы находимся в игре. При этом температура достигла 36,6 градусов, тем температура человеческого тела. И загруженность процессора и видеопроцессора осталась прежней, как и показатели FPS. Теперь давайте зайдем сюда же на Mi 8 и посмотрим, какие результаты будут. Ну что ж, вернулись обратно на Mi 8. Здесь, к сожалению, приложение Game Turbo, которое показывает нам FPS в более старой версии, оно не обновилось. К сожалению, счетчик FPS в данном случае мы не увидим. Но я думаю, что здесь показатели будут не хуже, чем на предыдущих моделях, на предыдущих обзорах. Скорее всего, здесь будет где-то 40-42 FPS. К плюсам Mi 8 также отнесу его в большую диагональ. И к минусам также отнесем, наверное, все-таки монобровь, которая некоторым все-таки, да, и мешает в играх. Здесь она, видите, даже если поставить настройку вырез, настройки я вам покажу после данной игры, все равно монобровь остается. Что ж, к сожалению, пришлось перезаходить. Я совершенно бесславно погиб, выпрыгнув из машины на ходу. Также суммарно 10 минут в игре, с учетом перезаходов, у нас 38,3 градуса. Резюмируя с играми, могу сказать, что оба смартфона для игр, на мой взгляд, подходят отлично. Несмотря на то, что на Mi 9T настройки графики чуть пониже. Но, тем не менее, играть там в PUBG, как и в другие игры, будет вполне комфортно и удобно. И для тех, кто с нами первый раз, покажу, как работает фронтальная камера на Mi 9T. Итак, слушаем, смотрим. Хочу заметить, что данные звуки и подсветку можно отключить в настройках. И, кстати, для тех, кому интересно, закроется ли камера на лету, если вдруг выронить телефон из рук, такой эксперимент я уже проводил. Переходите по ссылке в правом верхнем углу и посмотрите. И перед тем, как вы увидите подробное сравнение фото и видеосъемки, хочу, во-первых, напомнить, что все оригиналы и исходники вы найдете либо в моей группе ВКонтакте, либо в моем канале Телеграм. Что касается видеосъемки, то запись во всех режимах 4К, Full HD, 30 кадров, 60 кадров вы найдете на моем втором канале. Ссылка также будет в описании. Ну а далее вам желаю приятного просмотра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, запись видео. Формат Full HD, 30 кадров в секунду, обычный шаг. И в завершении мы, как обычно, подводим итог, резюмируем, выскажусь, как обычно, по поводу сильных и слабых сторон у обеих моделей. Пожалуй, начнем с Mi 8. Итак, к сильным сторонам можно отнести, во-первых, это, конечно же, мощное топовое железо. Далее, на мой взгляд, отличная камера. Также наличие быстрой зарядки, наличие NFC-модуля, достаточно качественный звук для Xiaomi. Последний плюс, чуть более субъективный, это большая диагональ. Теперь перейдем к минусам. К сожалению, нет поддержки карт памяти, нет беспроводной зарядки, нет входа под наушники 3,5 мм. Также нет инфракрасного порта и, к сожалению, не очень емкий аккумулятор. Ну а теперь переходим к Mi 9T или к Redmi K20. Также начинаем с сильных сторон. Как ни странно, тоже достаточно мощное и хорошее железо. Также, на мой взгляд, неплохая камера. Поддержка функций быстрой зарядки, наличие NFC-модуля, наличие входа под наушники, достаточно емкий аккумулятор. Ну и последний плюс, так же, как и на Mi 8, это большая и удобная диагональ. И плюс ко всему, практически нет рамок и нет моноброви. Теперь к слабым сторонам. К сожалению, также нет поддержки карт памяти, нет беспроводной зарядки, точно так же нет ИК-порта. Ну и последний минус, который я уже высказывал, это, на мой взгляд, моторизированная выдвижная камера. Если вам интересно мое мнение, какой из данных моделей выбрал бы я, я бы, скорее всего, несмотря на менее емкий аккумулятор, остановил свой выбор на Mi 8. Объясню почему. Во-первых, топовое железо. Во-вторых, отличная камера. Ну и в-третьих, из-за достаточно хорошего звука. И, как обычно, подборку на лучших продавцов и на лучшие цены, которые я сделал специально для вас, вы найдете ниже по ссылкам в описании. Но я, как обещал, покажу вам, какой заряд аккумулятора остался после обзора. На Mi 9T заряд аккумулятора 70%. И на Mi 8 заряд аккумулятора 53%. А что касается автономности, далее смотрите таблицу с подробным тестом. Если вы вдруг были с нами впервые, не забудьте подписаться на мой канал. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новый обзор. А также не забудьте поддержать меня лайком. Это очень сильно поможет каналу и мне. И на этом я, друзья, с вами прощаюсь. Скоро увидимся. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok